Они приехали из разных уголков края. У кого-то стаж работы 5 лет, у кого-то 30, но всех объединяет то, что они лучшие из 20 тысяч педагогов Алтая. В зале 20 работников сферы образования, которые выиграли в федеральном конкурсе учителей. За победу положена премия 200 тысяч рублей. Это больше, чем годовая зарплата каждого из них. Учитываются и результаты его обучающихся, и работа его как классного руководителя. Поэтому это действительно заслуженные победы, которые у нас вручаются ежегодно. Благодарственные письма от губернатора и краевую премию в размере 50 тысяч рублей получили также 60 победителей конкурса лучших педагогов края в разных номинациях. У каждого из них свой рецепт успеха. Я всегда своим ребятишкам говорю, представь себе, когда ты хочешь объяснить что-то, представь себе, что подошел маленький братик или сестра, которому 5 лет. Вот объясни так, чтобы он понял, что это такое. На сцену также пригласили шестерых классных руководителей, которые выиграли в конкурсе «Родительское признание». На праздники отметили и молодых специалистов. Они получили единовременную выплату в размере 250 и 150 тысяч рублей. Надежда стала победителем в номинации «Педагогические династии». Женщина – учитель в четвертом поколении. В школе работают также ее муж и свекровь. С утра и до вечера у нас разговоры только о школе, про школу, про учеников, про какие-то образовательные моменты. Уже завтра больше миллиона педагогов по всей России отметят свой профессиональный праздник. В муниципалитетах края пройдут торжественные концерты, а в Барнауле обновят почетную доску «Учительская слава». Ирина Корчегина, Алексей Фризин. Наши новости.